Продолжение следует... Мы с вами... Мы хотим эту задачу, которую я хочу заобсуждать Рассматриваем рассеяние двух столярных частиц Одна нейтральная, другая зарядная Вот с таким бам-жан-жаном Ну и абблитуд мы уже вычистали Поэтому я ее сейчас просто нажишу Абблитуда у нас такая... Абблитуда была храбида Веркен, нажав это функция храби плюс храбида храбида Ну а что? На поле... Ну, мы рассматриваем такой процесс То есть, в начальном состоянии там было храбида и храбида храбида переходят сюда К2 там, К2 Да? Какие обозначения были? Я не помню точно Тогда нейтральная частица была как храбида А заряженная была вот сначально, там вот так, да? Ну ясно 2УМГА1В ХОЛЬНИЗ2 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 УМГА2В ХОЛЬНИЗ2 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 Так вот Вот это те самые множители, которые у нас всегда возникают А как бы у нас возникла в каждой машине по их же в квадрате Правильно? Вот возникли пропагаторы И один пропагатор был такой например С1 плюс С1 в квадрате минус С1 в квадрате Так А второй такой был плюс например И И КОНИЗ2 Минус по два Так да? Ну посмотрите С2 Ну или по 2 минус ко1 стояла Кому понравится С3 Сделается в квадрате функция это одно и то же да? По 2 минус ко1 и по 1 минус ко1 это одно и то же Так да? Вот Ну вот На этом мы и закончили. Ну, смотрите, вот эта величина, вот эта величина, это, ну как, это очередная общая часть, которая, то ли мы установим на каждую личную линию, забив четвертой на эту функцию, мы уже знаем, что там должно возникнуть. Правильно, да? А самая нитривиальная часть, это вот эта, вот эта, ну да, с двух губой, вот тот самый маточный элемент, который будет возникать, ну как бы, в зависимости от процесса, каждый раз по другому. Ну, теперь давайте попробуем сосчитать сечение. Для того, чтобы сосчитать сечение, ну, мы знаем, да, что сечение без сигма является ДВ поделить на Т и на Ж, да? Мы это уже обсуждали. Где жир, опять же напомню, это что такое, вот проявление на Т2 подратки, ну, если на Т1 подратки, А2 подратки поделить на чего-то на В, на И1, И2. Так было? В данном случае у нас поток будет сколько? Давайте я сразу поставлю, здесь будет B1, K1, у нас в начале частицы такие, давайте я сразу исправлю. Ну, будет M, а здесь какой-то, не знаю, M в квадрате, а здесь, соответственно, все присмотрели, что он один и M1, да, который не будет отцов. Так, да? Ну, потому что у нас в начале были частицы, ну, как цемляк Деуми, Деуми, Эпсо, там M. Значит, ну вот, значит, а ДВ равняется амплитуде по модулю в квадрате надбор бесконечных состояний. Правильно? Как мы с вами это неоднократно обсуждали. Вот. Ну и что? Значит, ну давайте я продолжу. Да, значит, это будет из этой амплитуды, это ботископ, это будет 2, 3, 4. На дефункции я сразу повалюю, где-то функция там, где-то 10, где-то 10, где-то 10, где-то 10. Вот. Значит, дальше что? На D и на V, да? Ну, где-то функция в квадрате. Вот. Значит, потом, получается, нужно поделить на D и поделить вот на поток. Правильно? Да. Потом, соответственно, будет сколько. Как-то будет... Ну и здесь нам нужно, конечно, сразу начинать считать какую-то систему. Мы знаем, что когда мы начнем интегрировать дельта-функцию, да? Мы можем пока, ладно, оставить это, но все равно сейчас придется перекликнуть и систему отсчета. В в квадрате я обозначил массу нейтральной частицы. Да, если M у нас была обозначена масса зарядной частицы, да? Ну, это будет масса нейтральной частицы. Так, да? Вот. Отсюда дальше будет, кто у нас будет? В в квадрате на персиолом один в мега один, да? И амплитуда... Так, это я вот там написал, да? T на G написал, а амплитуд только это еще написал. Значит, здесь будет, соответственно, раз, два, три, четыре, это будет шестнадцать, правильно, да? Эпсона на один на углу D1, и будет В в квадрате, я так напишу. А дальше, вот так напишу. М по модулю в квадрате я пока не буду это расписывать, все эти причины, я не знаю, по М обозначал. Вот. И вот, то есть, конечно, стояние, такой D3, F2 на V, и вот на V на... сколько там? На... где в самом главе, я не знаю, да? И V на C3, F2, на V, на U2. Понятно? Да, что я написал? Ну, естественно, T и V все у нас, как видно, сокращаются. Так, да? Ну, я просто буквы эти две буквы V сюда написал, чтобы на начале состояния расчеты сокращаются. А там, значит, еще есть буквы V, везде в корпусе, конечно, стояние, а буквы V сюда расчеты. Понятно? Ну, и D сокращается. Ну, и D сокращаются вот эти значения, да? Ну, и в конечном итоге мы с вами получаем, где сокращается V в квадрате, сокращается, да, где сокращается, и, естественно, V везде сокращается. Ну, и, получается, вот такое выражение. Оно будет, вот этот вопрос перетишло. Это будет 2p в четвертой номерской функции. И вот поделить на 16 икорий из К1 на К1 квадратии минусом. М квадратии минусом. Так, дальше будет стоять М квадратии. Вот. И, соответственно, D3p2 на ε2 и Z3k2 на О2. Ну, вот. Собственно, все, что... Совсем в общее выражение вот нанесено. Я сейчас специально ее расписываю пока букву G2M, да? Потому что, ну, она зависит от процесса. И дальше, если вы хотите расписать ее там в сервисе стиле, то, кстати, надо сначала поделиться с системой. Вот. Ну, а теперь давайте про... Значит, надо убрать дептофункцию, проинтегрировать. Вот. Ну, что? Значит, мы уже с вами это интегрировали. Ну, давайте теперь проинтегрируем, например, вот для такого распада в лабораторной системе. Да, вот. Вот системе Синокромасов уже ее вычисляли, да? И теперь в этом лабораторной вычислили. Вот. Значит, теперь я перейду к учислению, собственно, вот этого интеграла в лабораторной системе, и с этой величиной. Обозначу, да? Другую часть я пока не буду переписывать. Вот. То есть нужно взять вот такой интеграл от дептофункции, да, на D3P2, на умень D2, на Т3P2, на умень D2, да? Вот такой интеграл, да? Вот такой интеграл, да? Вот. А дальше-то стоит. Вот. Вот. Ну что? Мы узнаем, да, как это узнать. Сначала интегрируем, например, по D3P2, да? И снимается этот, ну, дептофункция, это 4-х мегра дептофункция, правильно? То есть это произведение 4-х дептофункций. Когда, так как все импульсы по ПР, ну, x, y, z, да, компоненты все независимы, то они просто, три дептофункции убираются, и получается, то есть получается интеграл от дептофункции какой-то. f1 плюс омега 1 минус f2 минус омега 2 на D3K2 на f2 омега 2. Согласны? Или не согласны? Не согласны? Не согласны. Не согласны. Вот, видите, как я говорю. Я не понимаю. А? Я не понимаю. Так, зачем вы не согласны? Вы не понимаете или не согласны? Разные вещи. Не понимаю. Так. Ну так. Вот имеется дептофункция. Можно все чем-то создать. Это дептофункция. Надо понимать, что дептофункция вот так. f1 плюс омега 1 минус f2 минус f2 минус f2 с b2 с доем с g response x, x, y и к再ем. Вот так да? Он четырехнyan exactly. Так да? У нас получилось. Не еду назад. Теперь я интегрирую, что такое d3p2. d3p2, я буду писать как? Если не p2, я буду писать как dp2x, dp2y, dp2z. А вот так записать. Ну вот, если я интегрирую по dpx, то я получу единицу. Правильно, да? Но при этом у меня получится запрос сохранения импульса по направлению x. Также я могу интегрировать по y и по z, это по y и это по z. Т.е. после этого я имею в виду запрос сохранения импульса, и, соответственно, у меня осталась только одна долька. Но мы с вами это проделывали, когда рефициальный распадок, правильно? Вот. Так вот. Теперь понятно или непонятно, или возражаете. Когда я это смотрю, я тоже участвую. Ну вот. Теперь, значит, осталась вот эта только часть, да? Проинтегрирована. Значит, для того, чтобы проинтегрировать эту часть, нам нужно записать, что это d3k2 опять же. d3k2. Ну понятно, что здесь нужно съесть хомика, да? d3k2 это будет сколько? d3k2, да? d3k2. d3k2, да? d3k2, да? d3k2. 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 Дальше, значит, после этого у нас есть что? У нас есть к2 в квадрате плюс к2 в квадрате, ой, сидите, равняется к2 в квадрате плюс к2 в квадрате. Есть такая форма. Дифференцируя ее, получаем, что мы получаем d аминь, а здесь к2, соответственно, она к2 в квадрате плюс к2 в квадрате. Таким образом, если я теперь сюда это все подставлю, я получу линтеграл и нужно взять дариктофункцию. От чего? От ε1 плюс омега 1 минус ε2 минус ε2 минус омега 2, а здесь я подставляю, получаю, во-первых, d аминь остается, конечно же, остается k2 на ε2 и на d омега 2. Ну, проверять я могу, что-то потерять или нет. Побольше 50, короче говоря. Ну, где-то старое еще об этом. Ну, что, k2, если есть, и веция в любви. Вот, получили такую величину. Ну, как мы знаем, чтобы взять вот этот деграл, мы можем теперь перейти в какую-то систему отчета. Помните об этом, да? Ну, это обсуждали, да? Потому что для того, чтобы вычислить теперь этот деграл, нам нужно перейти в какую-то систему отчета, ну, как я уже сказал, давайте учим ее в лабораторной системе. Да, этот деграл оказал, что для распада в системе Сантрамас мы вычисляли данные. А теперь главное пробовать в лабораторной системе вычислить. Ну, то есть, когда одна частица покоится, а другая – не на метра. Это два лабораторной системы. Я вот это смотрю, да? Это выражение. Что-то нельзя писать. То есть, у нас имеется что? У нас, например, p1 равняется чего? М0. То есть, заряженная частица стоит на метра, на ню 0. Ну, то есть, грубо говоря, эксперимент на мишенье. То есть, у вас есть покоящее мишенье, есть кучок, который ничего хватает. Пусть будет, например, такая система. Ну, тогда давайте попробуем вычислить этот интеграл. Как грубо вычислить? Ну, вы знаете, да? Как грубо вычислить? Он равняется, да? Грубо равняется. Это будет, соответственно, D омега останется. Останется К2 на х2 и будет интеграл на Д х2. Д х2 плюс омега 2 поделить под производность, под амега 2. Вы улыбаетесь под покоя, если у вас это что-то опять непонятно. В самом начале очень непонятно. В самом начале, да? Грубо квадраты, у вас в сфере изнаменатель сократились, а потом еще какие-то взялись врать. Можете пояснить это, куда взялись врать? Так. Ну, вот это было на прошлом семенаре, и мне пояснять не надо? Нет, не надо. Так. А что надо пояснять? Вы квадраты у вас изначально сократились, а потом, когда вы написали равно, там еще 2 выскочили. Вот здесь? Да нет. Ну дальше. Вот эти вот. Нет. Раньше. Вот эти. Да нет. Да. Ну, потому что вот раз-два-три-четыре. Вот. Раз-два-три-четыре. Ну, я как бы в разных местах написал, чтобы показать. Что с тем сокращается? Ну вот. Вот видите? Раз-два-три-четыре. Позвоним в квадрат. Ну, я не понимаю, что это в квадрат, а потом еще два раза. Вот в квадрат, еще два раза. Но это будет 4 или это будет в четвертой? Ну да, там вроде как в квадрат. Так амплитуда же в квадрате. А что такое вероятность? Амплитуда в квадрате на хватность конечных состояний. Помните, мы обсуждали? Кравняем квадрате на квадрате. По-моему, вы уже потратили. Ну, надо. Давай, в квадрате на квадрате на квадрате на квадрате. Пишите себе расписаться. Так? Ну, я не знаю, я объяснил или не объяснил, что у вас огощается и откуда они берутся. Это, вот это одно выберется из-за того, что мы дельтопункция взяли в квадрат, да? Одна остается, дельтопункция, другая дает в это. Ну, вот это идет. Так? А другая вот отсюда, то есть потолка едет. Так? Сюда возвращаемся. Значит, теперь нужно взять вот эту производную, да? Для того, чтобы взять эту производную, нам нужно уже, естественно, учитывать. Впереди будет какую-то систему отсчета и будем перешли вот сюда, да? Пока вот до этого места система отсчета нигде не фигурировала. Вот. Вот. Теперь нам вот эта производная, она будет к чему равняться? d ε2 плюс омега-2. d ε2. Она равняется единице плюс d ε2 на d омега-2. То есть нам нужно знать, зависит от омега-2, чтобы улучшить эту производную. Ну, и тогда получить уже наш окончательный ответ. Ну, для этого, для этого что сделаем? Для этого у нас есть только закон сохранения импульса, правильно? Больше ничего нет пока. Так, да? Вот. Значит, у нас имеется следующее, что у нас b1 плюс k1 равняется b2 плюс k2. Имеется такой закон сохранения импульса. Вот мы в редактор-функции когда проинтегрировали, мы получили такой закон сохранения импульса. Так? Вот. Ну, для этого... Теперь... Я сейчас вымешу под эти первотакты... p1 минус p2, да? равняется... Что там? k2 минус k1, да? Например, как я буду написать? Так, да? Вот. Ну, p1 равняется 0, да? Отсюда я могу теперь возвести это все дело в квадратах. Правильно. Вот. Тогда будет что? x в 2 квадрате минус m квадрате. Это вот эта причина. Так, да? Согласно? А с этой стороны будет что? Их обладать равняется k1... Ну, давайте сразу же написать опять. k1 в квадрате и k2 в квадрате. Это можно записать через, соответственно, умин g1 в квадрате плюс умин g2 в квадрате минус 2 n в квадрате. Правильно? И минус 2 k1 на k2. А это будет равномерно. Их по модуру на 8 угла между ними. Ну, так выглядит все. Ну вот. Отсюда я уже что сделал? Я выразил епсилон 2. Ну, мне нужно епсилон 2, как мы наберели через омин g2 выразить. Да? Пусть нет, я думаю, что-то поднимется. Вот. Ну и еще. Ну ладно. По мере поступления. Епсилон 2 будет равняться чему? Ну, давайте напишем. Умин g1 в квадрате плюс умин g2 в квадрате минус 2 k1 на k2 на 8 это на плюс m в квадрате минус 2 минус квадрате. Вы проверяйте, что я держу. Я же говорю, что я не попал, я не скажу, чтобы вы это вычисляли. Что-то не так говорит. Теперь д епсилон 2 д епсилон 2 по д омин g2 будет равна чему? Это будет епсилон 2 и будет омин g2 и что здесь? Что здесь будет? минус минус k1 косинус цета на d k2 по д омин g2 согласны? Ну, а k2 по д омин g2 равняется зону g2 в квадрате минус 3 в квадрате если я его деференцирую, то есть это будет производная зону g2 на k2 согласны? и производная k2 нет нет? так будет? Да вы можете вообще-то лучше всего рассказать, для меня, так видишь. Вы меня любите, так сказать, ругайте, за что вы не будете? Или, наоборот, похвалите? Правильно пронесли, если вы говорите, нет. Деференцировать пока я еще не разучился. Отсюда получаем омега 2 на минус k1 А деференцировать вот это будет омега 2 на k2 на 8 деференцировать. Проверяйте. Проверяйте. Ну, то есть это, что-нибудь чуть-чуть в другом виде, это будет k2 на омега 2 минус k1 на омега. Омега 2 можно вынести. Здесь, получается, омега 2 выносится, да? И еще я вынесу k2 на 8 деференцировать. Так? В фотографии закупили. k2 минус k1 на 8 деференцировать. Это. Казетки, чтобы они... Плохо видно. Плохо видно. Давай, я перетешу. Плохо видно. Ну, так. Ну, здесь нет. Уже рожжение на дополнение. Ну, тогда я беру вот... Значит, я... Вот здесь стоит у меня... Омега... Омега 2, да? Я ее могу вынести, правильно? Вот. Вот. Внизу стоят еще f-2, правильно? Тогда... И еще внизу k2. А здесь останется тогда k2 минус k1 на 8 деференцировать. Согласны? Ну, вот, по сути дела, ответ, да? Значит... Теперь... Ну, вот этому речку надо поделить сюда, да? И подставить туда. Тогда... Значит... Еще осталось нам расписать... Раз мы уже перешли систему спокойно, да? То надо уже... Можно уже это спокойно расписать, да? Потому что здесь насколько... П1... Значит... То есть здесь только нулевая компонента, правильно? Возникает. То есть... Вот этот корень... Он будет чему равняться? Ну, я говорю корень. Это будет корень из... Ну... М квадрат М выносится, да? То есть это будет М... И... На... К... На... К1. Согласны? Ну, потому что здесь стоит... П1 это М... Да? На... Омега 1... Да? Еще это в квадрате. Ну... Векторные компоненты нет, потому что П1 равно 0, да? Как мы это говорили? Да? Здесь, значит, район выносится... Дальше стоит... Дальше стоит... Дальше стоит что? Омега 1 в квадрате минус 0 в квадрате. А это... Инфинус. Так? Ну, собственно, если в системе покоя, если мы вернемся к потоку, да? То в системе покоя, так вы смотрите, как будет выглядеть. Здесь М сокращается, да? Это будет единица на В. К1 до Омега 1, правильно? Ну, это система покоя. Ну, в общем, понятно. Лабораторность особенно называемой системы. Лабораторность системы. И одна частица покоится. Так? То есть это... А это будет что такое? К1 до Омега. Так. А? Скорость. Ну, то есть... Поэтому мы называем это потоком, да? Потому что это... Раз тот самый поток и есть. Вот. Ну, я не знаю. Я, с вашего позволения, буду теперь все сводить в одно место, да? Поупражняйтесь дома. Ну, все части вычислены, да? Этот вычислено, да? Этот вычислено, да? Этот вычислено, да? Этот вычислено взят, вот он, да? Вы уберете, подставляете. М вычислено тоже. Ну, его тогда тоже надо расписывать в системе покоя, естественно. Этот вычислено будет в начальной частице сделан. Вот. Я уже такую аритметику оставлю вам. Да? Не выражаете? Вы... Все части перемножите и сократите... Что сокращается, да? И получите ответ. Если есть вопросы, то говорите. Если нет, то тогда... Будем считать, что... Мы эту задачу поделали. До конца. А чтобы вы хоть как-то... Как это... Поняли? Понимаете или не понимаете? Ну, хотя бы все части вместе перемножите. Когда начнете перемножать, нужно вопросы выяснить. Есть вопросы? Нет вопросов. Ну, хорошо. Если вопросов нет, тогда переходим в другую задачу. Так. 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 Все. Стирается. Так. Есть еще там где-то минуту вам посмотреть и возразить, что это спросить. Вот. А потом... А потом нельзя... Вот. И с этой стороны вылезать. Следующую задачу, которую мы с вами сделаем... Давайте вот числим... Сечение... Ди плюс и минусы регуляции. Ди плюс по минусу. Ди плюс и минусы регуляции. То есть, это имеет очень большое значение. Оно как... является одним из основных. которые, ну, до встречи они, конечно, баба рассеют. Что же происходит? Верси минус эмбиляции, где, я так понимаю, сейчас трудились. Давайте попробуем. То есть этот процесс мы рассматривали очень простой, зачисление очень простое зачисление, а сейчас делаем чуть-чуть шаг подальше, зачисление будет чуть-чуть посложнее, так как возник, которая со спиной ложна вторая, зато, в реальности, большое значение рассеяние скалярной частицы. Это сложно организовать. А я плюс и минус, вот, рождается там у вас. Вот является такой процесс. И плюс и минус, и плюс и минус. 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 Нет, не пей. Ну, пивы тоже можно сосчитать, но давайте подчнем с минус. Ну что, для вычисления этого процесса нам нужно знать логанжан взаимодействия, да? Единственное, что нам нужно знать, это логанжан взаимодействия. Ну, логанжан взаимодействия, вы знаете, да? Он же как делается? Ну, делается под применением производства. Помните, да? Для логанжан взаимодействия. Логанжан написали, но оттуда, в этой комнате, получить, что это Е, А, Си и чертой, я могу сказать, Си, амин. Да? Е, амин – это векторный потенциал, отписывающий логанжан взаимодействие. Ну, хотя, как сейчас мы увидим, сам по себе векторный потенциал, сколько ее компонентов не понадобится, но, тем не менее, давайте сразу обсудим. Что у нас есть? У нас есть, на самом деле, ну, так как мы не обсуждали, что поле с массой равно нулю, да? Давайте его обсудим. У нас есть электрическое и магнитное поле, да? Чему равняется электрическое поле? Минус приедем Фи, минус приедем Си, ДА по ДТ, да? И магнитное поле равняется золотого А, да? Есть такие оборудования? Вот. Вы знаете, что если сделали такую замену, да? А, такой, да? А, А равняется, ну, 3, да? А, А, минус G, R, G, X, K, да? То электрические и магнитные поля не поменяются, да? Ну, я не буду, ну, как показывать это, да? Наверное, вы тоже с этим знакомы. Вот. То есть, имеется дополнительная такая проблема. То есть, электрические и магнитные поля не меняются. То есть, вместо четырех компонентов, да? Для массы на поле мы с вами... Ну, одна, да? Всего одна только связь. То есть, получается, три компоненты, и всего одна была лишняя, да? То есть, здесь две лишних. Поэтому определение вот этого поля, оно неоднозначно. И можно, ну, вот... Ну, давайте приведем пример клоновской калибровки, который мы будем с нами пользоваться. Например, что я имею ввиду? Я могу взять и замолить на любую компонентку. А замолить я могу и таким образом. Амю равняется... Амю штрих равняется... Амю минус... Интеграл от нуля там... И в доте делаем на... Д под д х мю... А ноль под д штрих под д штрих. Да, так вот. Правильно? Сделаю такую замену. Ну, может быть, вы уже с этим знакомы. Тогда меня остановили. Когда вам рассказывают... Сделаем вот такую замену. Тогда получится, что... Амон штрих равняется ноль. Амон штрих будет. Правильно? И... Да, нет. Значит... Ну, то, что одну под динцовку брать можно... Мы с вами знаем, да? Но, тем не менее... То есть, мы можем... Чего потом отличается от массивной частицы? У нее нет системы покоя, да? Вот. Дальше сделаем другую замену. Скажите, как это? Вы лучше меня спросите, да? Что-то вам не понятно? Нет? Значит... А в два снятия края равняется... А штрих плюс брадиент... Ну, давайте... На некоторую руку... Эфор х, которая... Эфор х равняется... Интеграм... Единственное... Четыре фи... Х... Минус х штрих... На брадиент штрих... А штрих... Сделаем другую замену... Сначала мы сделали такую замену... И получили, что... Одной штрих разная сумма... Теперь сделаем другую замену... Тогда... Мы получим, что... Дивергенция от А равняется 0... От А два штриха... Вот смотрите... Тогда получим, что... Дивергенция от А штриха... Дивергенция от А штриха... Дивергенция от А штриха... На дельта штрих... На дельта штрих... А штрих... Устроен... Согласны? Согласны? Так как я играл по х' то лаквас я могу занести сюда, да? Могу? Лаквас соединиться на х-х' к чему равняется? Ну, минус четыре пи еще так Минус четыре пи на дельта функция А тогда получается это отнять вот это, да? И это равняется новым Так? Ну, вы молчите, поэтому я спрошу, а не испортили мы огонь при этом? Так как вы меня не спрашиваете, то я спрошу себя или вас А может, мы испортили? Или, может быть, испортили? Ну, то есть, мы... Сначала была вот такая функция, правильно? Вот она Вот здесь Правильно? Теперь, вот эта функция Это Вот эта функция Сначала вот это f было равно вот этому интегратору, правильно? Потом мы сделали, ну, как бы другую замену, где f равняется вот этой f Для того, чтобы доказать, что при этом а0 осталось равной нулю, мы должны что доказать? Что df по dt равняется 0, нет? Интегратору не зависит А? Интегратору не зависит Почему не зависит? А, это зависит от времени Так, да? Если мы говорим, надо сказать, что df по dt равняется 0 Как это доказать? Ну? Уже никак невозможно Сколько мне минут сдать? Ну, как у вас, первому семью вам нравится, если взять примон от кожи dp dt, Ну, где? Какой? Первый начальник, а? Первый начальник, это как в этом? Мы взяли в штифу равную минуту, где мы интеграла Вот это? Да, вот это да Ну, там случится, что dA в dt равенную нулю А, ну, производность этого интеграла Чем? Чем? Вот это Чем мы рутом? Н равняется а0 от t Потому что получилось а0 от 4 равняется Я так думаю, вы поняли Когда я ошибался Здесь Как я получил? Ну, как? Вот А0, а0 здесь d, а потом d от этого интеграла d под dt от этого интеграла От t зависит, какой вот верхний предел Правильно? То есть это будет Опять а0 от t То есть а0 от t А0 от t И это будет 0 Тогда Потом был сделан второй шаг Вот этот Ну, вы молчали, я думал, что вы поняли, что это может Или нет Но, еще раз повторяю Я вот не зря с вами начал говорить про это То есть мы делаем что? Вот это уех сюда Берем какую-то, правильно? Да И вычитываем новое значение верка на потенциал, правильно? Потому что Все эти значения эквивалентны Электрический логнитный порядок для всех одинаковый Так? Вот Поэтому, когда я делал первый шаг, я на верхнюю часть просто не обращал внимания, потому что она для меня не важна Я просто получил, что 0 равняется 0 Но при этом Я делал второй шаг Опять делал такое преобразование Где Эх Беру вот эту Правильно? После этого я получил, что дивергенция от R равняется 0 Но при этом Вот здесь Видите? Для нулевой компоненты Это Т по ДТ Вот это Вот Нулевая компонента изменилась в эту часть Так, да? Ну, утверждается, что она равна Нулю, да, хочется вот так утверждать, да? Совсем правильно сделано Почему она равна нулю? Вот я вам специально здесь расписывал Вот последнее Значение Значит Можем взять дивергенцию отсюда Вот это в равенство То есть помещается Нулевая компонента Вот 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 Производная 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 От Вот Этой величины Полуновская Калибровка То есть Получили Калибровка То есть Имеется Мы с вами Мы с вами будем Для начала Использовать Калибровку Так Какие есть Вопросы Про этой части Нет вопросов Ну тогда Собственно Перейдем Вот Под вычислением Этого процесса Обсудили Электромагнит на поле Что у него две компоненты Там И так далее Возможные Калибровки А сейчас Начнем вычислять И Е Наверное Перерыв Да Стирали Да Этот Вот Вот У нас У граждан Такое взаимодействие И нам нужно Вычислили В 20 Ну для этого Нам понадобится Опять Поляк Да И мы Уже с вами Усказали Сумма будет Нисона Корень 2 В В А здесь будет У Прямо туда И от П И П И П П И В Лямбда от П В И С От П И П В 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 t в 200 Ну и B-фреск, P-2, M-2. Это отмечальное состояние. Видится конечное состояние, в котором находятся органионы. Поэтому будет C-фреск, K-1, C-1. Вначале состояние не будет P, а там K. Легче было. C и D-фреск от K-2, C-2. На 0, 0. Вот такие состояния являются. Дальше узнаем, что у нас здесь с матрицей. Сверху на экспоненты и интеграф от X. Примерится, да? Которые нам нужно дальше... Ну, Лагранжан. Мы, конечно, нельзя Лагранжан-Замагинство. Скорее-то забывайте. Ну, понятно, что Лагранжан-Замагинство, а не полуговое. Вот. После этого мы что должны сделать? Проскладываем в ряд. Да? Значит, первый член. Значит, Лагранжан-Замагинство. Раз у нас есть электронные и мюнные полярки, тогда я должен написать так вот здесь. Давайте его расширить. Плюс С чертой. Мю. Гамма мю. Си. Мю. Амю. Ну, я надеюсь, одна и та же буква миня перейдет, так сказать, в недоразумение. В скобках миня означает миня, да? А там это индекс. Вот. Это буква разная. Понятно, это просто мюн означает, а здесь же Ларинцевский. Вот. То есть имеется... А, еще буквы не я забываю. Вот имеется... Ну, у нас есть взаимодействие мюнов с электромагнитным полем и электронов с электромагнитным полем. Больше ничего у нас нет. Вот. Берем, мы раскладываем в ряд. Получается что? Получается D, да, от чего? От единицы, нужно интеграл, L подаим, да? И, да, плюс I, одна. Вторая, да, интеграл на R, подаим X, интеграл на, соответственно, I, интеграл L, да? Подаим X, да? Да, да, да. Так, да, да. Ну, и интеграл. Ну, теперь давайте смотреть, какие члены дадут вклады. Смотрим на первый член, это просто угрожа взаимодействия. Ну, как, я надеюсь, мне не придется ничего писать, если вы сделаете в уме, потому что вот имеется угрожа взаимодействия. А вы его в голове себе подставляете и берете, теперь маточный элемент, амплитуда равняется, амплитуда равняется. Когнищее состояние амплитуды равняется. Правильно? Какой первый, не нулевой вклад будет давать? Вот этот будет давать вклад или не будет? Не будет. Правильно? Почему? Потому что здесь есть либо один член, где только электронный, а где только амплитуды. Видите, да? Поэтому, ну, еще, кроме прочего, еще только одно поле, ну, во-первых, только электронные поля, да? А у нас еще есть конечные биомные поля, да? И, кроме того, здесь еще стоит поле амплитуды, да? По вакууму, которое будет идти, правильно? Ну, если я амплитуды распишу, там, не знаю, АВЦД, там, еще какой-то операции, да? То он будет один, значит. Ну, амплитуды держат пятник, ну, вот как мы расписываем вверху, например, либо оператор рождения, либо уничтожения. По вакууму это, очевидно, может. Так, да? Вот, то есть, вот этот член равен, ну, не этот член, а вклад его в амплитуду равен нулю. Значит, нужно смотреть второй член разложения. Вот это. Ну, здесь опять что? Ну, смотрите. Если мы начнем сейчас перемножать, вот эти лагражаны два, ну, опять давайте в угле перемножать. Вот этот лагражан, на этот лагражан, вот, как написано. У вас будет там сколько? Четыре члена, да? Один член тогда электронный, ну, электронный, вот этот и здесь электронный стоят. Правильно, да? Вот. Это опять будет сколько? Ноль, да? Ну, по тем же самым, собственно, причинам, да? У нас нет там мионных полей. Либо мион на мион, да? То же, так сказать, ноль. Так, да? И есть два члена, где вот здесь, например, электронная, а здесь мионная часть, и наоборот мион на электронная часть. А так, контегрирование по х и по х, оно ничего, как говорится, не имеет никакой разницы, да? Мы их можем переставлять, вот. Поэтому можно двойку убрать эту, да, и написать всего одну часть. Правильно, да? Ну, то есть, амплитуда будет равна чему? Конечно, состояние. А здесь будет сколько? Будет равняться ИЕ интеграл С электронная, да, например, на гамма му на С электронная, на а мю по ДХ. Все это умножается на ИЕ интеграл С электронную, ну, давайте гамма му на С электронную, а мю по ДХ на начальное состояние. Понятно, что я написал? То есть, я двойку убрал, потому что у них было два члена. Ну, когда вы, как это, два выбираете на два, у вас квадраты возникают, и еще такие перекрестные. И те можно переставить, там, и он, и он, и там. Ну, как это? Возник вот такой лабранжан, который только дает у нас квадрат, вот эту часть, амплитуду. Значит, дальше надо от него вычислять. Опять, у нас, ну как, здесь еще стоит Т-произведение, да, помните? Т-произведение. Вот это вот так, буква Т стояла. Надо дальше вычислять это или чему? И мы, что, и что, как мы должны его вычислить? У нас есть нормальное произведение плюс теорема дырка, да? И, возможно, испаривание. Сначала однократно, потом управка там и так далее. Значит, если я беру просто нормальное произведение, то стоит сколько я получаю вклад от него? Будет ли нормальное произведение от первых же членов? Ну, первый нормальный, потом сфарик идут. Мы должны понять, какие члены у нас дают вклад в эту комплектацию, да? Есть нормальное произведение от всего этого, от всей этой печены. Это будет сколько? Ноль, правильно, да. Вычисляется очень быстро, да? Там равно нулю, почему равно нулю? Ничего, вы хорошо понимаете. Выстрелят оператор рождения и уничтожения. Нет, там они уничтожены. Нет, проблема в полях А. Проблема в электронных полях. То есть у вас все выстрелит, здесь будет оператор рождения, а здесь оператор уничтожения. Правильно, да? Но у вас есть один оператор уничтожения здесь, который замокается в оператор рождения. И оператор рождения здесь, который замокается в оператор уничтожения. То есть вот эта часть, как бы, ну, и, естественно, и нецемленная часть, которая тоже по оператору рождения и уничтожения. У нас же вот здесь еще оператор рождения и уничтожения. И поэтому по вакууму это будет нормой. Я объяснил или не объясню? Еще раз повторяю. Что касается вот этой части, она вполне не норма. Потому что вот посмотрите, что такое начальник и конец состояний. То есть здесь будет оператор рождения и уничтожения. Здесь для электронного поля рождения и уничтожения. Но в начальном и конечном состоянии тоже имеется вот. По одному оператору рождения с этой стороны и уничтожения с другой стороны. То есть это будет все хорошо. А вот если я теперь нормальное произведение от рождения двух полей возьму, да? Там будут стоять либо два оператора рождения, либо два оператора уничтожения, либо их рождение и уничтожение. Правильно, да? Но по вакууму это в любом случае равно ноль. Согласны? Потому что в начальном и конечном состоянии у меня нет подобных полей. Нет оператора рождения и уничтожения и уничтожения. Поэтому среднее, вот от такого, да, амю, амю, да, когда это нормальное произведение, вот, да, это равно ноль. Я подчеркиваю, нормальное произведение от этих двух полей. Это понятно? Значит, тогда нужно, что, устраивать, не устраивать, а смотреть следующие еще члены, где есть спальни. То есть нормальное произведение с разными спальними. Ну и отсюда уже, без нашего обсуждения, понятно, какие спаривания нужны. Нужно спаривание вот этого, с этим полей, правильно? То есть вклад дает только член, вот, когда имеется спаривание в поле амю, в поле вот здесь амю. Тогда этот член будет уже и нулевой, потому что амю – это уже некоторое число, да, как мы знаем. Вот, а вот эти бурные спальни, я только что сейчас пытался обсудить, что они вполне нормальные буквы. Итак, у нас вот такое выражение, да, дает вклад в наш процесс. Ну и теперь давайте попробуем его дальше вычислить. Значит, для этого что? Вспоминаем, к чему, вот, не вспоминаем, а туда смотрим, к чему уравняются такие. Ну, во-первых, вот это факторизуется, да. Я говорю, факторизуется вот этот шлем и вот этот шлем. Это электронная поля, а то неонная поля. Согласны? То есть мы их можем вычислить по отдельности. Значит, смотрим на этот шлем. Значит, электроны, да, конечное состояние у нас, где у нас конечное состояние, вот оно. Это бион, да, то есть электронных полей нет, ноль. Правильно, да? Электронные поля только в начальном состоянии. То есть нам нужно вычислить вот такую величину. Ну, я отдельно напишу. Си-е, там и мы. Си-е. А здесь будет что? Начальное состояние А крест, да, В1, ЛН1, В крест, В2, ЛН2. Сной. Я говорю вот эту часть. Так да. Ну и чего она равна? Смотрим на поля. То есть нам нужно везде что? Нужны, чтобы это было не ноль, все операторы уничтожения нужны. Правильно? От полей ПСИ. То есть будет давать вклад. Когда ПСИ с чертой, да, будет давать вклад в бой. Вот это да? Что такие вы? Я пытался сегодня побыстрее пройти и не стал вызывать никого. Ну, наверное, зря это сделал. Это вас, наверное, усыпило. Значит, смотрим вот сюда. То есть нужны только операторы, так как вот здесь стоят операторы уничтожения, нам нужны только операторы уничтожения. Операторы уничтожения для поля ПСИ с чертой. Для ПСИ с чертой. Это вот этот оператор. Для ПСИ с чертой. А для ПСИ вот этот оператор. Правильно? Как раз А и Г будет. Вот. Ну, тогда я пишу, для ПСИ с чертой, если это будет схоже, то это будет равняться, да? Это будет равняться, сейчас, этот оператор с чертой В, да? То есть В с чертой, правильно? На П2, П2, лямбда 2. Согласны? На гамму, на... Сейчас еще добавим здесь экспоненты. На гамму, а здесь будет У, да, для оператора А. У на П1, П1, лямбда 2. И будет еще экспонент останется. А экспонента какая останется? ПСИ с чертой, когда это будет со знаком, что будет? Минус, да? Минус, да? ПСИ с чертой, П1 плюс П2, лямбда 2. Согласны? Или не согласны? Я вас предупреждал, что мы потом в уме все же людям немножко считали. Не будем сейчас расписывать опять все суммы, когда... Аналогично у нас есть постоянный флешер. Конечная... Когда мионная часть выдает конечную только часть. Да, конечная часть это будет такая. Вот эти С, К1, С1, Д, К2, С2. Правильно, да? Вот, на что? На, соответственно, ПСИ, μ, дамба, μ, на ПСИ, μ. Вот. Тогда? А это будет сколько? Это будет... Тогда здесь будет давать что? Нужный оператор рождения, да, наоборот? Держать. Только они будут давать вклад. Значит, оператор рождения, соответственно, здесь будет сколько? ПСИ, если ПСИ с чертой, да, оператор рождения, то это будет... Это будет... Что там будет? ПСИ с чертой? Это будет С, правильно, да? То есть это будет, тогда, у с чертой, согласны? Вот. На... Это С, да? То есть это будет К1, С1. Тогда? На, гамма, ν, а здесь будет В, да? А, П, пользуйтесь, К2, здесь я только 1 написал, К2, С2. Я правильно написал? Правильно? На экспоненту. Экспонента будет какая? И, да? К1 будет К2, С2, С2. Так, да? Ну вот, по сути дела мы уже подошли к вычислению А амплитуды. И сейчас мы ее давайте попробуем написать. Значит, для этого нам нужно, конечно, знать, чему равняется А nu от х на А nu от у сверху. Для скалярного поля мы с вами вычислили. Или не вычислили. Помните пропагантов «Раскалярного поля»? Который мы вычисляли, по-моему, на прошлой семинаре. Вот. Ну, здесь я... Отличие от скалярного пропагатора, вот этой, груди, минус режима. Все условия там, естественно, просто. Там мы идем массовыми. У поля есть массовые. Значит, сейчас я не буду обсуждать, почему здесь минус же меню. Наверное, на лекциях вам расскажет. Ну, в принципе, если вы начнете вычислять так же, мы учисляли сам для скалярного пропагатора. Вот, здесь будет стоять сумма Еµ на Еµ. Эту сумму Еµ на Еµ можно заменить в 2-0. Почему? Извините. Давайте пока вот так сделаем. Ну, вот. Теперь, если я беру это сюда подставляю, получаю интеграл. В этом интеграле что будет стоять? Будет стоять В с чертой, да? Я, наверное, 2 не буду писать уже. Гамма Ню на У на В1. Я вот напишу. Гамма Ню на У на В1. Дальше будет стоять У с чертой на К1 С1 на Гамма Ню В К2 С2. И что? Остаются вот эти единицы на К2 минус Еµ. Остается минус Ж минус Ню. Остается чего? И Еµ. Так? И остается интеграл. Е в степени, а тут их экспоненту. Е в степени и К1 плюс К2 х. Е в степени и К1 плюс К2 х. Е в степени и К1 плюс К2 х. Чего я написал, проверю, или чего-то забыл. Ну как, инфеграл легко берется, да? Нужно взять инфеграл по x и по y сначала. Правильно? Мы уже это делали. Берем инфеграл по x. Получается вертопункция от k, значит, p1 плюс по 2. Согласен? И на 2, 2, 3, 4. И на 2, 3, 4. Ну, здесь мы забываем из пропагандинга. А, да, да, да. То есть, и еще 2 забыл. И на 2, 3, 4. А? Да, еще корни, да. Ну, я не буду писать. В общем, на каждую линию по корню. На каждую внешнюю линию по корню, да. Значит, будет, что, 2π в четвертый, да? Согласен? Инфеграл по x. Инфеграл по y. Ну, тоже 2π в четвертый. Денесная функция. От чего? По y, если вы видите, это х минус, по x я прав. Это вот так. А по y это К К плюс К1 плюс К2 Правильно написал? Примерно? Потом К превращается 2π в четвертый. Восьмой от этого функции от К1 плюс К2 минус П1 минус П2. Согласны? Ну, при этом К равняется К1 плюс К2 или П1 плюс П2. Согласны? Ну, вот. Давайте мне лень лично переписывать. Я вот эту часть содрога я дельта функции расписываю. Потом если какие-то вопросы есть, то скажите сразу я соберу. Я не хочу переписывать я сейчас. Скираю, да? Вот. Когда это будет означать следующее что я вот здесь убираю эти интегралы когда амплитуда равняется и здесь будет сколько? Будет 2π в четвертый и на дельта функции от П1 минус К2 минус К2 и теперь К в квадрате это будет ну, например К1 плюс К2 в квадрате и сюда я и напишу это отсюда от пропадрата в квадрате так по частях чтобы откуда какие возникали муку да? вот мы вышли с вами амплитуду то есть амплитуда есть произведение связанного электроны меона это фантонный пропагатор это возникла электрофункция которая у нас есть ну, это константы связи и все естественное про которое мне напоминали бывает я пишу что это будет 2 ε1 на v 2 ε2 на v и там 2 ε1 на v и теперь все константы выписаны ничего не пропустим но это вы проверяете я ничего не пропустил после этого можно нарисовать ну что такое диаграмма феймена диаграмма феймена это графическое представление наших матричных элементов теперь можно нарисовать диаграмму феймена она будет рожить таким образом да так значит это для электронов b1 ой минус b1 минус b1 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 rb1 и d it Идём против линии У от К1, У от минус К2. Понятно, да? То есть это было В от К2. Помните? То же самое здесь. В от минус К2. То есть У от минус К2, то есть это В от К2 и У от К2. Вершина по исключительно величине стоящее. Правила геограмма? Ну, на каждую линию есть, как мы знаем, но до тех пор не будем писать. Ну, при нашей гармировке. Я ещё раз подчеркиваю, что существует разная группа для У. Я вам об этом уже говорил. Молния. Мне нравится такой геновол. Если вы нажмите на правильный вариант, то так он будет его. В независимости от Аскалян, на поле она вторая, но как-то не может быть с такой геновол. Какие есть вопросы по этой части? Амлитуду мы сосчитали. Ну, то есть, помните, что вот эта часть, она как бы общая, да? А вот эта часть, она не тривиальная часть, да? А тривиальная часть, это не тривиальная часть. Дальше нужно что? Дальше нужно вычитать сечение. Прежде чем двинуться впечатлением сечения, я хотел бы только так, чтобы вы посмотрели, если что-то вам непонятно и так далее. Разбивается впечатление, как бы можно разбить на две части, да? Что же нам сейчас здесь? Здесь уже, в отличие от того, что мы только что сделали для скалярных частиц, М здесь, ну, имеет несколько более сложную структуру, чем было там, да? И нужно вычитывать в квадрате как-то суметь, да? А вот эта часть, она связана с вычленением сечения, которое мы с вами проделывали. Ну, мы можем ещё раз её проделывать и участвовать в системе покоя, да? Ну, не все покоя, в системе центра массы, когда пучки сталкиваются. Всё же на и плюс, и минус они, как правило, не всегда, да? Но, как правило, в системе центра массы, кроме уявления. Поэтому, если в какой-то части есть вопрос, ну, давайте иначе так. Пропагатор написали, как видите, на что? П1 плюс П2 квадратный. А? По диаграмме. 1 плюс П2? Да, да. П1 плюс П2 не измять. Как-то получилось. Ну, пропагатор написал просто. Есть вопросы? Есть вопросы? Нет вопросов. Ну, значит, тогда следующий семинар у нас будет посвящен двум частям. Вычислить ещё в системе центра масс, да? Ну, и в группу МТМ, да, и в системе центра масс. Мы вычислили в системе, где одна частица покоится, в мишель. И вычислить, что, может быть, не совсем для вас. Это, это для вас, должно быть, тривиальная часть, да? А вот, как это, не тривиальная часть, вы даже говорите. 8 маточных минут от этой вечины. Ну, не знаю, у нас осталось там только где-то 3 минуты. Но я, наверное, уже не буду вечина сейчас пытаться вычислять. Поэтому вы, если у вас есть вопросы, то давайте. А начнём мы с следующего семинара. Как это? До моего приходу можете написать это на доске, чтобы лучше, как это собрать, да? Я не писал, а вы напишите, да? Как мы можем видеть у и в из диаграммы? Так вот, я и говорю, что идём у от к1, а здесь у от минус к2. Ну, будем везде как будут писать. У от минус к2 это в от к2. Её против линии. Рисуем только непрерывную линию. Видите, да? Ну, здесь так длиннее направлено сюда, то это минус к2. Ну, на самом деле, у нас летит не в обратном направлении, да? Вот. Поэтому, ну вот, идём сюда. Ну и в этом смысле, когда у к1, да, то это у, да. А если у от минус к2, как к2? Ну или так, что как вам удобно, как вы это себе будете представлять. Либо у от минус к2 и сразу к2 от к2 от минус к2. Так. Мы обсуждали, что у от f равняется в от минус к2. Так, это было. А? 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 Ну да, у к2, к2, я могу сюда. Ну да. Ну, вот и так. У с чертой. Ну, вы сказали. Еще сопряжение. Георгимитова сопряжение. Герактовское сопряжение. Какие еще есть вопросы? Ну, после ваших вопросов и уже вообще семинар закончится. Так. Ну, в этом смысле у меня просьба будет следующая семинар. Напишите эту на доске форму. А? Четвер. Четвер будет? А? Четвер будет? Ну да, наверное, четвер будет, да. Хотя он меня должен еще будет предупредить, и он еще не предупредил. А? 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 Ну, ладно, я с Дмитрием не разберусь сам. Да, вы напишите форму, да, и мы ее сразу начнем обсуждать дальше. Ну, тогда мне сейчас приходите, задание будете задавать?